Когда мы смотрим Иисуса, Иисус, когда Он ходил по Иерусалиму. У Него не было телохранителей. Всего лишь несколько рыбаков из Галилеи следовали за Иисусом. Знаете, я часто размышлял об Иисусе Христе в моем сердце. Когда я переехал на квартиру в здании Ричевер, у нас было четыре комнаты. И знаете, я, конечно, был очень благодарен, что живу в такой хорошей квартире, но эта квартира была очень большой, дорогой. И тогда я подумал, интересно, если бы эта квартира была бы в Иерусалиме при жизни Иисуса, и если бы я был бы там, тогда я бы пригласил бы Иисуса к себе домой. Потому что четыре комнаты, и поэтому одну маленькую комнату я дам Иисусу, а в остальных трех комнатах ученики смогут жить по четыре человека, и было бы замечательно. Иисус просыпается, Он помоет волосы, примет душ, переоденется, идет передавать слово. Иисус, Он жил и ночевал на горе, без ничего, просто под деревом. Он ложился спать, утром просыпался. Где Он мог бы помыть волосы, где бы Он мог привести себя в порядок. Не было таких условий. Просто Он ночевал на улице под открытым небом, просыпался. Представляете, где Иисус укрывался, когда шел дождь? Я размышлял над этим. Знаете, когда я жил в городе Кимчон, тогда у нас были финансовые трудности. Однако чудом Господь Бог дал нам квартиру, и я много плакал. Знаете, когда Иисус был на земле, Иисус, Он не искал себя дома. Интересно, где-то Иисус прятался, когда шел дождь? Когда уставший хотел отдохнуть. Интересно, где же Иисус отдыхал, где же Он умывался, где же Он мог отдохнуть? Размышляя об этом. Знаете, я же во Христе Иисусе живу в такой яркой. И так хорошо ко мне относятся. И я в Кимчон часто плакал из-за этого. Потому что Он дал мне очень хорошую квартиру. Сам же Иисус, интересно, под каким же деревом Он отдыхал, под каким же деревом Он мог укрыться, когда я размышляю об этом. В Библии нигде не написано об этом. У Иисуса не было дома, где Он мог бы отдохнуть. Когда был последний вечер, Он должен был арендовать здание. Знаете, лечил многих ведь больных. Если бы они сдавали каждый понемногу, тогда это были бы большие суммы денег. Или, неужели у учеников голова не соображала, что надо было арендовать помещение? Но интересно то, что однажды, когда Иисус шел один по дороге, кто хоть мог подозревать, что это Иисус? Кто мог бы подумать, что это Божий Сын? Кто мог бы подумать, что это есть тот Спаситель, который спасет нас от грехов наших? Кто мог подумать, что это тот, который умрет на кресте за нас? Наш Господь, Он не был человеком, как я. Драгоценный Иисус, Он ради нас. Он спас многих больных, среди них, да, и были начальники. На самом деле, Иисус, Он мог бы потребовать такое хорошее отношение к себе, однако в темном и мучительной жизни Он испытал. Однажды меня пригласили одни люди и угостили. И это был очень шикарный стол. Я про себя подумал, интересно, достойный ли я есть за таким столом? Это было для меня так непривычно. Кто я ведь такой, что получаю такое угощение? Это было для меня непривычно. знаете, когда я думаем об Иисусе, вот смотрите, Иисус встретился с Самарянкой, когда Никодим встретился с Иисусом, когда человек, который болел 38 лет, встретился с Иисусом. Они думали, что это просто один из иудеев. Никто иначе о нем не думал. Женщина, взятая в прелюбодьяне, встретилась с Иисусом. Она прелюбодействовала, и ее поймали. Почему эта женщина прелюбодействовала? Большинство людей говорят, потому что у нее появились похотливые мысли. Но на самом деле это не так. Знаете, не все люди прелюбодействуют из-за похотливых мыслей. Потому что вы представляете, сколько людей бы тогда прелюбодействовали, если бы они все прелюбодействовали при первом же желании. Почему же она прелюбодействовала? Ответ очень прост. Я 10 лет работал воспитателем в тюрьме города Суона и Тэку. И я общался с многими заключенными. И они рассказывают, как они совершили преступление. Я общался с очень многими людьми. Я, конечно, их тоже многому учил. Но также я мог услышать от них очень многое. Соключенные, когда оказываются в тюрьме, первое, о чем они думают, они думают, почему же я был арестован? Ага. Это потому что я оставил отпечатки пальца. Это была моя ошибка. В следующий раз же я надену перчатки и буду воровать. Тогда ни в коем случае я не попадусь, думают заключенные. И такие люди через полгода снова оказываются в тюрьме. И тогда они размышляют, почему же меня поймали в этот раз? А, потому что я слишком рано вошел в этот дом. Надо было позже. И этот заключенный, находясь в тюрьме, постоянно размышляет, как нужно совершить следующее преступление. Знаете, что интересно? Что? Они ежедневно мечтают о совершенном преступлении. Они думают, что вот в этот раз, если я так сделаю, тогда я смогу совершить совершенное преступление. Они уверены в этом. Но такие люди в конце концов оказываются снова в тюрьме. Почему? Потому что полиция знает, что именно таких людей надо ловить. если посмотреть тех людей, которые крадут, тогда каждый пользуется другим способом, чтобы не попасться. Но полицейские же, специалисты, прямо знают, кто это сделал. В Америке есть люди, которые поджигают здание. И тогда никого туда не пускают. И первым заходит агент, ответственный за это дело. Знаете, преступники меняют способ преступления, однако люди так устроены, что есть тот человек, который в детстве просит, ой, пожалуйста, пожалуйста, простите меня. Он же, когда вырастет даже, будет пользоваться этим же способом. А есть те, которые, да, убей, да, убей меня. Что ты поделаешь, да? Такие люди пользуются до конца этим способом. Так вот, оставить свои привычки очень сложно. Поэтому люди так совершают преступления. Тот человек, который прелюбодействует, знаете, почему прелюбодействует? Женщина, взятая в прелюбодьяни, она знает, что ее поймают. Но когда приходит мысль о том, что если я так сделаю, не поймаю, тогда появляется вера в себя. И такие люди обязательно попалятся при прелюбодьянии. Другими словами, женщина, взятая в прелюбодьяни, она была взятой во время прелюбодьяния. Да, ее вели, чтобы побить камнями, но привели к Иисусу, княжных фарисеям. Они сказали, учитель, эта женщина, взятая в прелюбодьяни, Моисей в законе заповедал, как их побивать камнями. Ты что скажешь? Да, Иисус писал перстом на земле, потом встал и сказал, кто, да, они думали, интересно, Иисус скажет побивать камнями или же не побивать. Если скажет побивать, тогда мы скажем, как ты любишь грешника и говоришь побивать камнями. Если же Иисус скажет не побивать камнями, тогда они хотели сказать, вот, ты нарушаешь закон Божий. И они хотели обвинить Иисуса. Они думали, что Иисус скажет или побивай, или не побивай. Но наш Иисус, Он писал перстом на земле, потом встал, и Он не сказал не побивать, и Он не сказал не побивать наоборот. Он начал говорить об их сердце. Кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Когда они услышали это слово, люди, будучи обличаемы совестью, они осуждали эту женщину. Но впервые в их жизни они поняли, они думали, что вода это плохая женщина, грязная женщина, таких надо побивать камнями. Так они размышляли, они осуждали эту женщину. Однако одно слово Иисуса, когда попало в их сердца, «А я разве без греха?» они увидели себя, ведь и у меня появляются похотливые мысли, и ведь у меня тоже появляется похоть. Да, я, может быть, не воровал, однако я ведь такой же человек, как и она. Вот что они поняли. И тогда они устыдились, и все они, оставив камни, ушли домой. И остался только Иисус и эта женщина. Знаете, она верила своим мыслям, думала, что если я так сделаю, тогда никто не узнает. Главное, чтобы я не попалась. Однако она обнаружила, что она была глупой. И с того момента эта женщина, знаете, она не одевала хорошую одежду, она не ходила с какими-то советниками. Да, Иисус Христос, который ничего особенного не имел, но интересно, те слова, которые вышли из уст этого ничем не привлекательного человека, она увидела, что ее, которую никто не мог спасти, на мудрость Иисуса, вот что она обнаружила. Если смотрим на внешность, мы не можем увидеть особенность Иисуса, Иисуса, не только ее Иисус спас, но также и Уксупака, который мучился во грехе, меня, который мучился, чтобы освободиться от греха, меня, который мучился, чтобы не обманывать, не воровать, но который не смог освободиться, поэтому каждый день просил Господа Бога, чтобы Бог простил мой грех. Я говорил, Господь Бог, пожалуйста, прости мой грех. И из такой жизни моей Он освободил меня оттуда и сделал меня чистым, очистил мой грех, сделал меня святым и оправдал меня. Когда я встретился с Иисусом и чем я больше беседую с Иисусом, Он показывает, что внешне, да, вроде бы, у Иисуса ничего хорошего нет, ничего привлекательного, да, знаете, Он не ходил в золотых цепях или в каких-то особых красивых одеждах, нет, Он не был таким. Однако, когда с Ним разговаривают, то те слова, которые исходили из Его уст, когда мы к Ним прислушиваемся, тогда именно истина, которую мы нигде не можем обнаружить, есть в Его устах, есть сила в Нем, и эта сила освобождает нас от страдания, от мучения, от горя, от болезни, от греха, от всего этого. Он освобождает, в Его словах есть благодать. да, Иисус, Он внешне был простой человек, с которым многие общались, но интересно, самарянка, которая встретилась с Иисусом, она прислушалась к словам Иисуса. Эта женщина встретилась у колодца с Иисусом, когда пришла почерпнуть воды, она думала, что Иисус это просто иудей, а иудей с самарянами не общаются, потому что это были люди, которых они презирали. Если немножко жестко сказать, тогда можно сказать, что они относились как пса. Иисус же говорит, дай мне немного воды. Знаете, самарянка удивилась и говорит, интересно, ты же иудей, как у самарянки, с которым даже не общаются, просишь воды. Ты говоришь мне, дай воды. Интересно, кто же он, что просит у меня воды. Вот в этом плане она была заинтересована Иисусом. И она говорит, как ты будешь иудеем, просишь самарянки у меня воды. воды. Иисус отличался от других людей. Но она почувствовала, что Иисус отличается от других иудеев и поэтому спрашивает, как ты будучи иудеем просишь у самарянки воды? но Иисус следом говорит, если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него и он дал бы тебе воду живую. Слова Иисуса вызывают еще больше любопытства и Иисус начинает вести ее в тот мир, который она даже не могла представить себе. И она говорит, но у тебя даже нет того, чем можно почерпнуть, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил и дети его и скот его? Но интересно, в тот момент Иисус да, удивительно то, что иудей просит у самарянки воды, но что Иисус говорит? И слова Иисуса, которые сказал Иисус, удивили ее. Иисус сказал ей, всякий пьющий воду сил вождя ждет. Опять пьющий воду, которую я дам ему, не вожаж за этого век, повода, которую я дам ему, сделаются в нем источником воды живой. Она смотрела на Иисуса и думала, интересно, да, может, она думает, что Иисус издевается над нею, но это ведь не так. Иисус говорит, всякий пьющий воду силу, вожаж опять. Опять воду, которую я дам ему, Иисус говорит, не вожаж силу век, ибо в нем сделается источником воды живой. Это женщина. Да, видя слова Иисуса, то, что Иисус говорит, ее сердце следует за словами Иисуса. Всякий пьющий воду с ее вожажет опять, а пьющий воду, которую я дам ему, не вожажет вовек, ибо она сделается в нем источником воды живой. Да, если бы она не знала Иисуса, она бы сказала, хо-хо-хо, понятно, где такая вода вообще может быть? Хватит шутить, я занятой человек, до свидания. На самом деле, эта женщина, она духом была нищей, она жила уже шестым мужем, с первым мужем развелась по такой-то причине. Да, конечно, у мужчин есть свои особенности, своя специфика, однако она не могла получить истинный покой от мужчин, с которым она встречалась, поэтому жила с шестым мужем. однако та радость, которую она получила от Иисуса, чем больше она слушала, это было удивительной милостью, как будто женщина, взятая в прелюбодьянии, когда ее схватили, она встретилась с Иисусом. Никто не мог освободить ее от прелюбодьяния. О, женщина, взятая в прелюбодьянии, даже если она имеет брата, который работает начальником полиции, сможет ли он освободить? Или если дядя, он политик, сможет освободить ее? Если ее дядя или отец губернатор, сможет ли он спасти? Нет. Однако Иисус же говорит, кто из вас без греха первый бросил на нее камень? И после этих слов он сделал, чтобы сердца всех людей, которые хотели бросить на нее камень, устыдились. И Иисус Христос освобождает ее от ее греха. Иисус говорит, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Когда она подняла голову, никого не было. И она говорит, никто не осудил меня. И позатем Иисус говорит, и я не суждаю тебя. Иди пред, не греши. И отпускает эту женщину. Знаете, мудрость этой женщины не может победить похотливые мысли, которые появляются у нее. ее. Вот, если я буду преподействовать, меня же поймают. А если я вот так сделаю, тогда меня не поймают. Она верила своей вере. Она верила в себя. даже даже я бы на месте этой женщины, взятой в плеводяне, меня, которого должны поймать и побить камнями. Одним словом, Иисус спас. у Иисуса есть такая мудрость и если у меня есть такая мудрость Иисуса Христа, тогда я бы не совершил такое преступление и могла бы спасти других людей. И эта женщина, почему она не подумает об этом? Конечно, подумает. Знаете, каждый человек по-своему смотрит на Иисуса Христа. Когда мы смотрим просто внешне, да, просто один из иудеев, однако, когда мы встречаем его сердце, когда мы размышляем над его сердцем, то это удивительный человек. Когда у меня были трудности и тяжести, моим способом я не могу освободиться от какой-то ситуации или проблемы, однако Иисус так просто освобождает женщину, взятую в прерыводиане от всех камней, которые были направлены в ее сторону, тогда Он может освободить меня и от этой проблемы. Он может освободить меня от той или иной ситуации. Знаете, я часто проводил семинар в Лепрозории. Однажды на горе Тири в районе Пехмсаколь собрались братья и сестры из Лепрозории, и мы проводили семинар и меня пригласили главным проповедником и я говорил там слово. Однажды после того, как мы пообщались вечером мы если например нахожусь в палате тогда все убираем в комнате и у нас было время индивидуального общения и приходил пресс-виктор и дьяконы приходили чтобы пообщаться целый день мы общаемся делимся словом а когда солнце садится я хотел знаете немного отдохнуть ну молодая женщина подошла я открыл Библию я начал передавать ей Евангелие и это Евангелие это Евангелие Господа Бога но я же передавал это Евангелие как моё да и я так рассказывал эти Евангелие я благодарен что я стал служителем который передает Евангелие и когда люди слушают Евангелие и принимают Евангелие когда они в своём сердце встречаются с Иисусом и когда они хотя бы раз попробовали сердце Иисуса то такие люди они не поменяют Иисуса ни на что из этого мира эта молодая женщина она рассказала очень печальную историю свою когда она училась в седьмом классе умерла мама и она много плакала затем отец он женился и пришла мачеха в дом но у мачехи была дочь которая была ровесницей с нею она училась только в седьмом классе только-только поступила в седьмой класс однако хорошо если все они вместе будут учиться в школе но положение их не позволяло всем ходить в школу и поэтому она одна ходила в школу но проходит время и она почувствовала что поскольку эта мачеха хочет чтобы ее дочь ходила в школу а не вот она и поэтому она подумала что если из-за этого появится конфликт тогда это сильно повлияет на отношения между отцом и мачехой и поэтому она собрала вещи и ушла из дома просто ушла ни о чем не думая она пошла в город и у нее закончились деньги и она сидела на автобусной остановке к вечеру одна женщина подошла к нему к ней у нее спрашивает как ты здесь оказалась и она рассказала свою историю и эта женщина говорит ой тебе наверное так тяжело и повела ее в ресторан и угостила эта девушка была очень благодарна этой женщине затем эта женщина продала эту девушку в публичный дом знаете она когда оказалась в таких условиях она сдалась и каждый раз она возмущалась на маму которая оставила его она говорила почему мама ты оставила меня и ушла но эта девушка встретилась с одним молодым человеком который очень любил ее каждый раз она ждала его ждала когда он придет к ней и действительно этот мужчина любил ее и за это она была благодарна потому что она не могла представить что мужчина может любить такую женщину как она однажды этот мужчина пришел к ней и сказал пойдем со мной она спросила куда мы идем пожалуйста ни о чем не спрашивай просто пойдем и она спросила куда мы идем тогда он сказал если ты не доверяешь мне можешь не идти за мной если же веришь ни о чем не спрашивай пойдем просто и так она последовала за ним она последовала за ним и он привел ее к себе домой и так у них началась новая жизнь она была счастлива и свекровь и свекор они заботились всем сердцем о ней однако она провела счастливое время в них прошел год два три года прошло и родители мужа ждали когда у нее родится ребенок однако она не могла забеременеть неизвестно кто распустил такой слух но пошел слух о том что она не может забеременеть из-за прошлого из-за прошлой ее жизни и с того момента свекровь и свекор перестали смотреть в ее сторону несколько раз она пыталась покончить самоубийство представляете два с половиной года она была так счастлива почему же Бог она думала не продлил ее жизнь ее счастье что же я такого плохого сделал что Бог наказывает ее знаете я совсем не знал ее прошлое и просто передавал ей Евангелие в конце я открыл постание к евреям 10 главу где написано и грехов их и беззаконие их не воспоминал более а где прощение грехов там не нужно приношение за них я прочитал вот это слово но знаете она услышала грехов их и беззаконие их не воспоминал более и эти слова стали для нее как взрывом бомбы она подумала да и услышав эти слова она упала и вдруг начала горько горько плакать я только что передала слово и я подумал я же я даже не ударил что же с ней случилось почему же она так сильно плачет она очень сильно плакала я вышел немножко из комнаты и прошло много времени потом я посмотрел она продолжала плакать может 20 минут прошло я снова зашел я сказал успокойтесь пожалуйста я спросил что случилось что вы так горько плакали и тогда она рассказала вот свою историю эта женщина если может забыть прошлое свое она говорит что хотела потерять память даже или пойти остров где никого нет и хотела жить одна но Иисус Он сказал и грехов их и беззакония их не воспомяну боли а где прощение грехов там не нужно приношения за них она хотела кричать сказать что у меня нет греха теперь Бог не воспомянет моих грехов это слово одно слово из Библии знаете одинаковые люди читают Библию но в зависимости от людей восприятие слова совсем другое когда мы сегодня утром если все вы из-за греха может кто-то страдали и когда вы станете перед судом Божиим Бог говорит следующее и теперь ваша очередь встать перед Богом Бог открывает книгу и написано и грехов их и беззакония их не воспомяну боли а где прощение грехов там не нужно приношение за них представляете я находился в трепете думая что я погибну и когда я услышал такой привал Господа Бога что я скажу Господи спасибо на самом деле наше сердце находится в событиях которые происходят в маленькой планете которая называется Земля и мы находимся в этой земле мыслях и слишком глубоко мы погрузились в этот мир и когда слово Господа Бога не может укрепиться глубоко в нашем сердце однако есть ли в моем сердце любовь Иисуса Христа будет говорить в моем сердце если я почувствую его милость тогда с чем мы его любовь сможем возместить скажите это невозможно ведь знаете когда я читал Библию в этот раз да говорят 700 миллионов человек будут слушать слово которое начнет транслироваться с сегодняшнего вечера я думаю о чем же мне надо рассказывать о чем же мне надо говорить хочется говорить хорошие вещи однако в Библии да злой дьявол делает что мы которые должны были получить милость от Господа Бога чтобы наше внимание направлено было в другое место и Иисус Христос умер на кресте очистил весь наш грех однако сегодня многие христианские лидеры учат что они грешники и люди страдают во грехе и идут разные горы просят Господа Бога прощения плачут молятся и таких людей к сожалению очень много я же смог обнаружить в Библии что мы получили прощение грехов я за это был очень благодарен Богу как наш грех был омыт как мы стали святыми и как мы стали чистыми рассказывает Библия нам Иисус Христос встретился в человеке который болел 38 лет и сказал возьми посет и ходи я же не могу ходить да если он окажется в своих мыслях он не сможет ходить однако Иисус что ты сказал ты сказал ходить ты же мне сказал хорошо тогда я буду ходить Иисус наш Иисус говорит я прошу беззакония их и грехов их не воспоминал более и грехов их и беззакония их не воспоминал более а где прошение грехов там не нужно приношения за них ничего себе это удивительное слово но люди не знают такого слова и поэтому внешне они вроде бы знают Иисуса но принимают его как одного из иудеев как это самарянка которая подошла к Иисусу с такими мыслями однако беседая с Иисусом и чем больше она беседует она понимает что у Иисуса есть те вещи о которых она не могла представить есть благодать его милость его есть благословение его и каждый раз когда мы узнаем его милость его благодать мое сердце становится свободным перед Господом Богом меняется появляется сила и благодарная жизнь начинается иначе не может быть сегодня очень многие люди они знаете страдают из-за греха мучаются есть люди которые получают спасение и плачут женщина взятая в пребаде она думает ничего в себе этот человек по имени Иисус чтобы спасти меня он когда все люди хотели побить камнями он сделал чтобы их камни были брошены на землю он сделал чтобы они почувствовали мучение совести почему у меня не было такого сердца почему же у меня было сердце которое доверяет себе поэтому я с похотливыми мыслями похотливым сердцем я думала что если так продолжится я не попадусь и я жила по пути гибели я тоже хочу принять его как господина моего сердца если я буду жить вместе с ним если я буду идти вместе с ним тогда любую проблему я смогу решить эта самарянка почувствовала это и говорит господи дай мне этой воды чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать тогда Иисус сказал пойди позови мужа твоего тогда она говорит нет у меня мужа Иисус говорит правду ты сказала у тебя было пять мужей и тот который ныне имеешь не муж тебе теперь Иисус становится мужем ее души поэтому мы все знаете неважно мужчины или женщины мы являемся духовном плане невестами Иисуса Он лично хотел стать нашими мужами духовными и поэтому Иисус был распят на кресте и умер за нас Он не только умер на кресте но также Он сделал все что должны были сделать мы знаете Иисус Христос чтобы мог жить теперь и действовать в наших сердцах мы должны соединить сердце наше между Иисусом если только это произойдет тогда неважно какое дело Иисус может совершить любые дела у нас и сейчас даже кто-то говорит что придет придет 700 миллионов кто-то говорит 708 миллионов а завтра кто-то говорит что эти цифры вырастут до 800 миллионов зрителей моих проповедей но честно мне не верится что это возможно но знаете мне показывают схему документы где указаны цифры зрителей тех или иных телерадиокомпаний конечно наверное не все из них будут смотреть и слушать однако руководство телерадиокомпаний они сказали что сейчас весь мир находится в страхе из-за пандемии коронавируса и поэтому им нужно транслировать слово которое будет учежать сердца этих людей и поэтому только одна телекомпания потребовала чтобы мы заплатили а остальные телекомпании сказали что бесплатно будут транслировать мои проповеди я конечно не знаю как будет все однако Господь Бог Он открыл такой путь перед нами знаете я благодарен Богу за то что Он дает такую славу что я могу служить перед Господом Богом я не могу не сказать что это честь Господа Бога наш Господь теперь перед нами дал путь распространить это драгоценное Евангелие чтобы мы не верили в Иисуса от которого ты остаешься грешником хотя веришь в Него но чтобы мы освободились от греха и чтобы Иисус пребывал в нашем сердце и чтобы не только мой грех но чтобы Иисус разрешил все мои проблемы Он хотел стать истинным Господом нашим и поэтому пришел как наш Спаситель поэтому вы тоже перестаньте переживать достаточно уже переживали большие переживания влияют на вашу длительность жизни и поэтому еще говорят что поправляются от того что вы много переживаете да не переживайте да если вы будете переживать только поправляться будете не надо переживать именно этот Иисус сегодня чтобы пребывал в вашем сердце и я однажды проводил семинар у них в церкви и вечером после слова люди уходили и чувствую кто-то меня сзади тянет за одежду я посмотрел и эта женщина пришла и говорит пастор сегодня на семинаре участвовал мой муж и он впервые в церкви и мне так радостно говорила она и мы так познакомимся и с ее мужем и он тоже освободился от греха получил прощение грехов и они получили от Господа Бога счастливую и радостную жизнь я верю в это мы если покупаем хорошую квартиру когда покупаем хорошую машину или да есть плюсы есть хорошие друзья да мы думаем что тогда будет все хорошо однако если сегодня утром в ваших сердцах если вы примете Господа Бога и если вы Его кровью получили прощение грехов тогда не вам нужно переживать представляете как Бог будет обижаться видя как вы сами переживаете за ваши проблемы я же тебя спас почему ты переживаешь попробуй мне поручить да каждый раз когда у вас есть переживания я желаю чтобы вы вспомнили эти слова почему ты переживаешь я ведь хочу вместо тебя трудиться неужели ты можешь сделать лучше чем я я ведь пришел к Господам твоим Господинам твоим прошу тебя не переживай верь мне я разрешу твою проблему а ты занимайся делами Евангелия славь Господа Бога тогда я все совершу вместо тебя пастор Ксупак в 62-м году получил спасение поверив в Господа Бога тогда мне было всего лишь 19 лет тогда среди всех 19-летних юнош Кореи я думаю я был самым худшим или может быть третий с конца но один Иисус пришел в мое сердце и он стал Господином в моем сердце женщина взятая в прелюбодяне Иисус спас он поднял человека который болел 38 лет он когда не хватало в Кане в Галилейском вина он решил эту проблему он спас дочь Яира и этой же силой наш Господь и сейчас Он пребывает в нас и Его мудрости Его силе Его любовь находится в Иисусе Христе и передается нам вам не нужно быть мудрыми вам не нужно быть святыми пусть святость Иисуса станет вашей святостью пусть праведность Иисуса будет вашей праведностью пусть мудрость Иисуса потому что Иисус есть пусть мудростью Иисуса вы защитите себя и забудьте о себе. И пусть Он благословит вас. И я верю, что будет благословять. Да, мы не можем потрогать Иисуса руками. Не можем увидеть Его глазами. Но давайте возьмем духовно Его руки. Попробуйте, представьте, что вы взяли руку Иисуса Христа и с сердцем держитесь за Ним. И скажите, Господь Иисус, Он, когда становится моим хозяином, то пастор Усупа, который никто, но ежедневно, ежедневно Он возвышает меня, Он говорит. Знаете, мне кажется, это впервые было в моей жизни, когда 700 миллионов человек будут слушать Слово. Честно, я скажу, мне даже не верится, что это так возможно. Однако, сегодня утром братья принесли схему телезрителей, и сколько телекарадио-компании будут вещать мои проповеди, и сколько у них подписчиков, и слушателей, и зрителей показали «Наш Господь, Ты действуй». С сегодняшнего вечера будет транслироваться проповедь «Я буду стоять во имя Иисуса Христа». Господь, Ты давай слово в мое сердце. Раньше, как Ты действовал у Самаянки, то слово, которое Ты передавал ей, то слово, которое Ты говорил «Женщины, взятые в полюбодьяни». Тот Господь, который сделал, чтобы человек, который болел 38 лет, мог ходить. Пожалуйста, Ты освободи всех людей, которые сегодня мучаются во грехе, чтобы они освободились от греха и могли жить счастливой жизнью, чтобы они жили в благословении Твоем. И, Иисус, Ты можешь это реализовать. То, что я некрасивый, ничего страшного. По Твоему слову я буду передавать слово. С сегодняшнего вечера я буду так передавать слово. И в заключении я благодарен за благодать Его, Его благодать велика. И наши братья и сестры, служа Господу Богу, да, были трудности, были многие испытания жизненные, однако вместе молились, финансово тоже участвовали пожертвованиями, чтобы мы могли передавать Евангелие по всему миру. Такой путь Господь открывает, за что я Ему благодарен. И вы также сегодня пожалуйста, помните, Господа Бога, который отдал свою жизнь ради нас, поэтому вы тоже отдайте свою жизнь Ему, чтобы вы жили по Его руководству, чтобы вы не жили своим сердцем, чтобы вы жили ради Евангелия, и чтобы Иисус также мог освободить людей, которые находятся во грехе. Я желаю, чтобы вы получили такое благословение. Я уже в возрасте. И честно, мне не верится, что это возможно. Мне кажется, что как будто пастор Ким Деонг дал свой возраст мне. Вроде бы мы с пастором не имеем ничего одного возраста, но я намного стал старше них. Господь Бог позволил, чтобы я стоял за кафедрой даже в таком возрасте. Иисус возлюбил меня и то, что Он открывает путь передо мной, я благодарен Господу Богу за это. Давайте все мы будем жить только ради Иисуса Христа. И вы все отдайте себя Господу. Отдадим наши сердца Господу Богу, чтобы Иисус пребывал в нашем сердце и чтобы Он трудился в наших сердцах и чтобы Он вел каждого из вас. Иисус ,